Специалисты Гомельского областного объединения профсоюза управляли сегодня промыть телефонной линии. Среди наибольших актуальных вопросов работа в условиях эпидемической ситуации, охвата и оплата работы. Загученными проблемами ознайомились наши корреспонденты. Пытания охвата работы для профсоюза актуальными были за все, и этот год не выключение. Тем более, что сегодня на вытворчестве в Гомельской области уже загинули 4 человека. Еще 20 отримали тяжкие травмы. Правда, на ГТРА сразмова не только об ситуации на предприятиях. На прямую линию поступило несколько звонков от медиков с одним вопросом. Это можно лечить профессиональным заболевание на коронавирус, когда оно отримано от хворых пациентов. Это в соответствии с законодательством будет профессиональное заболевание. И естественно, все мы защищены законодательством и обязательным страхованием от несчастных случаев на производстве профзаболеваний. Этот случай будет страховой. И Белгострах, соответственно, будет проводить выплаты. И упротяг темы звонок от работника гандлевой сетки. Кто повинен набывать сродки индивидуальной обороны? Сам работник за властные сродки – тиего наймальник. В распорядок трудового дня введено масочный режим. И подпись директора, и соответствующий приказ официальный. Следовательно, значит, если это введено приказом нанимателя, наниматель обязан за деньги предприятия, не ваши лично, приобрести маски и выдать работников. Специализация загадчика отдела социальных партнерства и прационных относинного Максима Серапкова – коллективные договоры. Нельзя сказать, что они часто порушаются, але есть шмат выпадков, коли эти документы не приведены в ответственность новым прационным кодексом. Среди наибольших распространенных ситуаций – похоршение умов працы на кшталт перевода на неполный прационный день с ответным изменением зарплаты. Профсоюзные специалисты звертают увагу – работник повинен быть попереджен об этом не позднее, чем за месяц. Именно за месяц, чтобы, если вы хотите человека отправить за свой счет домой, либо уменьшить ему заработную плату, либо убрать премию, то вы об этом предупредите за месяц. И человек, если уже дает свою согласие, работник, то все согласно закону должно быть. Як заховать прационное место, як працы латковаться и шторобить, коли наймальник не предоставляя предугледженной, отповедным графикам прационный отпуск. Пытания у шмат, причем по некоторых огурченных фактах профсоюзы мают намер провести проверки. Вядомо казать, что ситуация на всех предприемствах под рабоя повышенной уваги нельга. На приклад, незаконных звольнений у опошнича стало на шмат меньше. Это показывает судебная практика по всей республике. Данной статистикой с нами делились судебные органы. И все меньше незаконных увольнений, потому что незаконные увольнения – это уже грубейшее нарушение законодательства о труде.